В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. 16 лет в колонии строгого режима проведет Александр Сапожников. Приговор вынес Самарский областной суд. Мужчину обвиняли в нескольких преступлениях, в том числе в убийстве 29-летнего самарца Александра Щербинина. Преступление было совершено 31 декабря 2014 года. В ходе застолья между малознакомыми людьми возникла ссора, переросшая в кровавую расправу, что послужило причиной конфликта неясно. Все его участники были пьяны. Следствию удалось установить, что именно Сапожников расчленил тело молодого человека. А его девушке удалось спастись. Она-то и обратилась в полицию. По решению суда осужденный должен выплатить семье убитого миллион рублей. Еще 600 тысяч он должен пострадавшей девушке. По убийству мужчина так и не сознался, уверяет Александра Щербинина, якобы убила его спутница. Говорит, что потерпевшие обоюдно нанесли себе телесные повреждения. Он только признает сам факт, что он расчленил тело потерпевшего Щербинина с целью того, чтобы скрыть его и спрятать. С целью помочь Солодовникову избежать ответственности за совершенное преступление. Почти 40 килограммов синтетических наркотиков изъяли полицейские и сотрудники ФСБ в ходе совместной операции. На посту Зеленовка инспекторы ДПС остановили черную иномарку с номерами Красноярского края. В машине ехали двое мужчин. По данным полицейских, в момент проверки документов оба заметно нервничали. И не зря. В багажнике машины находилось несколько пакетов с наркотиками. По данным силовиков, двое задержанных члены ОПГ, организовавшие межрегиональный канал поставки опасного зелья. Вместе с водителем был задержан гражданин Казахстана, который находится в федеральном розыске за совершение преступления имущественного характера. Работа в данный момент продолжается по установлению контактов и других лиц, вовлеченных в сбытый наркотик. С наркотиками шутки плохи. Три года и два месяца колонии общего режима. Такое наказание обвинения просит назначить Ричарду Филиппу Бочиусу. Гражданина Великобритании, бывшего сотрудника СамГТУ, обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. Его задержали в августе этого года на съемной квартире на улице Лукачева в Самаре, где, по данным следствия, в кармане его одежды было найдено более 30 граммов гашиша. Более четырех месяцев британец находится в изоляторе. Ожидается, что приговор ему вынесут в январе следующего года. Сам Бочиус своей вины не признает. Как и его адвокат утверждает, наркотики ему подкинули. Доступ в съемную квартиру был не только у него. По данному уголовному делу, я считаю, больше вопросов, чем ответов. Прошу вынести в вас справедливое решение, не связанное с решением свободы моего подзащитного. Прошу принять во внимание положительные характеристики моего подзащитного. Наличие у него на изглении малолетней дочери. В 63 регионе продолжается масштабная полицейская проверка. По распоряжению начальника областного главка Сергея Солодовникова операция, в которой участвовали более сотни силовиков, в том числе бойцы СОБРа и ОМОН, прошла в Кировском районе Самары. Ранее подобные рейды уже проводились в других районах города и области. Во время обысков в квартирах на Московском шоссе и проспекте Металлургов изъяты более 30 патронов разного калибра. А в поселке Зубчининовка в частном доме у 27-летней женщины нашли два свертка с наркотиками. Предположительно, это героин. Кроме этого, арестовали четырех людей, находившихся в федеральном розыске. Также сотрудниками главка проводилась проверка третьей овощной базы, где было задержано 76 иностранных граждан. Составлено 26 протоколов, из них 8 на выдворение за пределы Российской Федерации. Также там был изъят игровой аппарат и 75 литров алкогольной продукции. Шесть лет в колонии общего режима проведет 31-летний самарец. Следователям удалось доказать, что он причастен к угону 25 автомобилей. Жертвами угонщика становились в основном внедорожники иностранного производства стоимостью от 800 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Общий ущерб, нанесенный хозяевам угнанных авто, суд оценил в 31 миллион рублей. Десять автомобилей все же удалось разыскать и вернуть владельцам. Остальные были проданы в основном в страны ближнего зарубежья. Проводились более 30 судебных экспертиз, в том числе инженерно-техническая, согласно которому оборудование, изъятое у данного гражданина, в совокупности используется как комплекс для совершения краша автомобилей. В ходе следствия собраны были неопровержимые доказательства. 400 нелегальных мигрантов только за 11 месяцев этого года выдворили за пределы Самарской области. Еще порядка 250 человек ждут отправления на родину. Все они находились на территории России незаконно. Документы были просрочены. Впрочем, дурной пример ничему не учат их соотечественников. Подробности в нашем сюжете. В квартире начинается суета. Мансура, так называет себя эта женщина, утверждает все документы в порядке. Начинает кому-то звонить, но без результата. Самой нужной бумажки миграционной карты на руках не оказывается. Как выяснилось, она попросту просрочена уже несколько месяцев. Документы продляли, нет? Продляли. А почему тогда сегодня к вам пришли? Не знаю. Похожая история в соседней квартире. Шахсана рассказывает, в России живет уже 8 лет. Проблем с законом не было и нет. По ее словам, все необходимые документы хранятся у родственников. У меня документы есть, мама попозже перенесет. У меня со мной нет, у меня документы. Все нормальные, я боюсь, я потеряю, поэтому мамке даю. Она держит у меня документы. Пока родственники везут документы, нелегальных мигрантов везут в отдел ФМС. Проверка показала, Шахсана и ее маленький сын уже год незаконно живут в России. Теперь двум нарушительницам грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей и выдворение на родину. Наказание ждет и хозяйку квартир, которые снимали женщины. Хозяйку квартир мы должны будем установить и будем рассматривать вопрос о привлечении ее к административной ответственности по части 4 статьи 18.9 за предоставление помещений для проживания иностранному гражданину, незаконно находящимся на территории Самарской области. В течение двух недель этих женщин и ребенка отправят на родину в Узбекистан. А всего-то и надо было заплатить немного денег и оформить документы. Одних только патентов на работу за 11 месяцев этого года в областном УФМС выдали более 46 тысяч трудовым мигрантам из 49 стран мира. Самарский предприниматель стал жертвой вымогателей. В полицию обратился 42-летний мужчина. По его словам, несколько неизвестных, угрожая оружием, отобрали дорогую иномарку, а также требовали у него 100 тысяч долларов США. Через некоторое время предполагаемых злоумышленников задержали с поличным в одном из самарских кафе. У задержанных были изъяты деньги, которые уже передал потерпевший, а также огнестрельное оружие. Было установлено, что двое из них являются ранее судимыми. Также установлено, что возможно они причастны к совершению и других преступлений. В настоящий момент эта информация проверяется в рамках возбуждено уголовного дела. До пяти лет лишения свободы грозит 47-летней жительнице Самары. Женщину подозревают в незаконном хранении боеприпасов, а именно семи ручных гранат. По данным полиции, их она пыталась спрятать в лесопосадке в Красноглинском районе города. Это заметили инспекторы ДПС. Они и задержали женщину. По факту незаконного хранения взрывных устройств в отделе полиции номер 8 управления МВД России по городу Самаре возбудили уголовное дело. За это преступление законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом до 100 тысяч рублей. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok